Футбол Лига мини-футбола Приднестровья – турнир для любителей, сделанный профессионально. Первый же сезон показал большой чемпионат маленького собрата футбола у нас всерьез и надолго. Статус дебютантов не смутил организаторов, поддержали и спортсмены. Тогда в сезоне сыграли 16 клубов абсолютно разного уровня подготовки. Мне кажется, что этот турнир стал такой палочкой-выручалочкой для команд дворовых. То есть тех команд, которые играли во дворе когда-то в футбол или продолжают играть. Но так случилось, что не было возможности поиграть на более профессиональном уровне. Но зародилась столь амбициозная идея в стенах компании Интерднестрком. В определенный момент мини-футбольный клуб IDC перерос корпоративные поединки и решил выйти на новый уровень. Оказалось, чтобы на него выйти, нужно его сначала создать. Создали лигу мини-футбола, где любая любительская команда, любой трудовой коллектив может выставить свою команду и поучаствовать в соревнованиях. СКА-армеец, хай-тек, молдавская Гресс, ветераны Днестра, Кировец. В лиге мини-футбола найдется место каждому, как командам предприятий, государственных структур, так и стихийным коллективам, которые сформировались в дворовых условиях. Лига не делает ограничений по возрасту. Команда молодых футболистов вперед за опытом учится у бывших или действующих спортсменов. В турнире и ветераны находят дополнительную мотивацию. Самый возрастной клуб на турнире – Днестр. В чемпионате с первого сезона и по-прежнему в строю. Все возрастные, поэтому очень тяжело настраиваться на молодежь. Хотя перед игрой и говоришь, что ребята, нам не надо бегать, нам надо стоя играть. Просто за счет ума. То, что люди могут, которые играли в чемпионате Советского Союза, еще в чемпионате Молдовы. Опыт есть, немножко не хватает сил. Кому точно сил не занимать, так это команде ПГУ. Студенты уравновешивают возрастной ценз турнира. В команде почти все по-прежнему учатся в госуниверситете. Либо закончили его несколько лет назад. У нас была команда футзальная. Здесь где-то есть что-то общее. В основу легли игроки основы футзальной. А так добирали. Мы проводим каждый год первенство университета по мини-футболу. Там просматриваем студентов с разных факультетов, набираем в команду. С одной стороны любители и ветераны, с другой – экс-профессиональные футболисты. Как их уместить в одном турнире, чтобы интересно было всем? Решение нашли, но не сразу. Во втором сезоне появилась Лига Б, а теперь команды поделили на четыре дивизиона. В Лиге А команды, которые уже не один год играют в этом направлении. То есть это уже коллективы, которые даже не полупрофессиональные, а уже действительно ближе к профи идут. Лига Б, где такой переходящий барьер между начинающим составом и командой, которая уже может ставить высокие результаты. И Лига С – это как раз для новых команд, которые еще вчера, может быть, просто бегали где-то во дворе, где-то на площадке. Ну а вершина этой соревновательной пирамиды – матчи международного масштаба. Лига мини-футбола планирует вступить в семью УЕФА. Но и сейчас чемпион получает возможность сыграть в международных турнирах. Для этого необходимо стать чемпионом в нашей лиге, а затем и в национальном дивизионе Молдовы. За главный молдавский трофей уже борются чемпионы Приднестровья последних лет. А их очные встречи – самый лакомый кусочек этого мини-футбольного пирога. Две команды играют в Приднестровье – это Тирос и Интернестерком. Мы посмотрели на трибуну. В такую жару практически вся трибуна заполнена. Еще и вокруг люди сидят, ищут тенечек, но тем не менее приходят. Интерес болельщиков – катализатор развития лиги. Игры проходят с 9 часов утра и иногда затягиваются до самого вечера. А трибуны практически не пустеют. За поддержку футболисты рассчитываются красивой игрой, а самое главное – безграничным желанием. Я так думаю, что раз в футбол играют мужчины, то всегда вот эти вот некие эмоции и некая вот эта динамика плюс агрессия. То есть все это есть здесь на матче. Много претензий к судьям, хотя потом они жмут друг другу руки, и футболисты, и судьи. На турнире создана атмосфера саморазвития. Конкуренция в лигах способствует эволюции команд. Ну а за ними стараются успеть и организаторы мини-футбольного турнира. Еще несколько лет назад поля с обратной стороны республиканского стадиона были покрыты резинкой. Вскоре газон сменили, но даже это поле не совсем соответствует уровню команд, которые на нем играют. На поле есть ямы и неровности. Эту проблему должно решить строительство новых полей. Развитие лиги не останавливается ни на минуту. В планах строительство современного европейского спортивного комплекса, который сможет принять еще больше футболистов. Ну а сейчас в сезоне участвует 27 коллективов, а это более 400 игроков, которые каждое воскресенье оставляют рабочие проблемы и домашние заботы, снимают бутсы с гвоздя и идут на футбольное поле. Ну а там им нужен лишь мяч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова